Резерв time. И скорее всего будет фир. Потому что Шторм Спирит уже как-то по классике. Персонаж Сумаила. Он уже неоднократно выигрывал на этом Шторм Спирите огромное количество денег. И сейчас целенаправленно движется именно к этой цели. Но и Team Empire. Забрали себе Bloodseeker для, думаю, для Сайлента. Либо, опять же, либо для Йоку. И такое может быть. Но здесь есть Undine, который предположительно мог бы пойти в сложную линию. Опять же, в руках все того же Йоку. Тогда Сайленту надо фармить на Bloodseeker. Ну и Линан, скорее всего, от Resolution отправится в мид. Мне почему-то так кажется. Мид лейнг героя в Bloodseeker я не вижу это точно. 5 секунд remaining. Резервный час. ЕГЭ. Минута с копейками остается на все про все для пика. Ну, Шейкер непонятно, скорее всего. Будет саппортом. Сложная линия здесь, в общем-то, вряд ли будет от Шейка. Это не Team Empire с Йоку в составе, которые могут Шейкер отправить в сложную. И там проблем точно не будет. Shadow Demon появляется в составе команды ЕГЭ. Здравствуйте. Ну и кстати, ЕГЭ, я заметил такую тенденцию, что если команда первую игру кем-то выигрывает, то она в следующую игру этого же персонажа банит против своих оппонентов. Непонятно почему. Почему ЕГЭ не могли сами забрать антимага, хотя и первый раз он зашел. Ну, может, такие вот своеобразные маневры. Кто знает. Ну, последний пик от ЕГЭ. Team Empire подумали, что здесь оффлейнера не хватает. Собственно, возвращаясь к этой мысли, что Шейкер вряд ли будет использоваться на сложной линии. Скорее всего, это лайн-саппорт. Такой же, как Shadow Demon. Ну, почему бы и нет. Через Disruption, через Totem. В принципе, Шейкер никого отпускать не должен. Ну, если еще и какая-нибудь квапа будет в роли керри рядом, то, конечно же, заберут. Вот, Viper в бан уходит от команды ЕГЭ. Не верит, что Лина будет мид стоять. Странно. Хотя Лина может и для Сайлента зайти в роли керри. А Bloodseeker от Йоку пойдет куда-нибудь. Куда угодно вообще. Bloodseeker может от Йоку пойти. И в прошлый день, то есть в матче против... Против, против, против... Я уже и не вспомню против кого. Но Bloodseeker стоял в окружении двух саппортов. И отыгрывал на нем Йоку. Тоже вариант возможный. Драгоннайт в составе Team Empire появляется. И, по-моему, теперь понятно. Мне кажется, Лина пойдет у нас у Сайлента на сложную линию. А Йоку вместе с Бэйном и Андаингом будет стоять легкую линию на Bloodseeker. Ну и Драгоннайт от Резолюшена, конечно же, мидлейн. Evil Geniuses осталось допикать последнего героя. Оффлейнер это будет или... Или это будет еще один саппорт. Сейчас узнаем. Времени в обрез остается команде ЕГЭ. Но то, чтобы придумать, какого же они все-таки хотят пикнуть. Даже гадать особенно и смысла не вижу. Клокверк появляется оффлейнер. Все, Шейкер это Лайн Саппорт, поэтому... Тут, в общем-то, все по классике. ЕГЭ забирают себе Клокверка для Юниверса. Шадоу Демон это Ауи 2000. Шейкер это ППД. Сумаил на Шторм Спирити. И Квин оф Пейн это Фир. Со стороны Team Empire. Алоха Дэнс это Андаинг. Йоку забирает себе Bloodseeker. Сайлент будет играть на линии Always One of Light. Это Бэйн и Резолюшн забирает себе Драгон Найта. Так и получилось, Bloodseeker для Йокуа. Лина будет от Сайлента. И скорее всего, ну мне так кажется, будет стоять Лина в соло сложную линию. 5 секунд remaining. Ну все, команды забрали своих героев. Это важная игра для Империи. Невероятно важная. И не очень важная игра для команды ЕГЭ. Поэтому кому здесь надо напрягаться? Ну конечно же, напрягаться придется Империи. И это было бы на самом деле неплохо. И так к концу дня порадовать. Хорошей, нормальной и уверенной игрой. И так к концу дня порадовать. Всей толпой ЕГЭ пришли во вражеский лес. Оставили только Юниверса на мидлейне. Но вряд ли Юниверс здесь будет стоять до конца игры. Ну или хотя бы первый этап. Хотя и такое бывает. Я, собственно, наблюдал уже Клокверка, который на мидлейне стоит. И плохо, в общем-то, у него получается. По-моему, Клаудов стоял, если не ошибаюсь, Клокверка на мидлейне. Фиссурой пополам поделил команду Эмпайр у нас Шейкер. Все, забрал баунти-руну наверху у нас Юниверса. И Резолюшн забирает нижнюю баунти-руну. Резолюшн на Драгонайте отправится на мидлейн против... Я думаю, что все-таки против Сумаила. Да, Сумаила уже перемещается на центральную линию. Флай здесь. У Флая есть Найтмэр, поэтому можно зацепить Сумаила. Сумаил уже пошел отдаваться Рошану. Какая-то хитрая система. ППД здесь. Стягивают всех вместе. Фиссура пошла от ППД. И развалили Сумаила. Always on a Fly лохэпэшную. У ППД нет маны, поэтому Флай должен уходить. 315 здесь мигспида, 310 у Шейкера. Поэтому должен, по идее, уйти. Always on a Fly. Ну, там забрали Андайинга. Отваливается у нас Алоха Дэнс. И счет становится 1-1 по итогу этого файта. В плюсе ЕГЭ. Вот, пожалуйста. Те, кто забирают First Blood, те вообще считаются никчемными дотой. А те, кто забирают второй фраг, они, например, суперкрутые чуваки. Я не очень это понимаю. Ну, то есть голды дают гораздо больше за второй фраг. Причем в этом же замесе. Если делаешь ты первый килл, и чувак тебя сливает ударом уже после смерти, то он зарабатывает больше. Что это у Фира с лицом? Первый раз такой квапу наблюдаю. Сайлент. Бедняга. С трех сторон его закрывают. Фиссуры отрезали. Ауи 2000 лохэпэшный. Но он, скорее всего, здесь выживет. Выживает. В итоге у нас Ауи 2000. И Йоку здесь фир вряд ли отпустит. Еще один удар в спину Йоку. Нет, у Йоку 30 хп, а Йоку уходит. Ну, а здесь Always Wanna Fly. На Фира агрится, но это просто какая-то супер соплевая игра. Все очень сильно биты и Йоку, и Ауи, но при этом все живые. Ну, и у Йоку вариантов, в общем-то, несколько. Либо идти на базу отхиливаться, либо через Blood Rage. Вот заработать себе хп в лесу. Собственно, выбирает он второй вариант. 3-2 становится счет. Отдается там нейтралом, если не ошибаешь, это вот демон. Или Рохи, или нейтралом. Рохи, Рохи отдал Сауи 2000, чтобы не бегать долго на базу. Быстренько закупился под ноли и отправился. Телепортом имени Рошана. Резолюшн на мидлейне 10 на 0, Сумаила 15 на 0 на Шторм Спирите. На сложной линии для команды Эмпайр. Оказывается, Йоку, вот так вот, перемещается Йоку на сложную линию. Алоха Дэнс его саппорте здесь будет. Юниверс стоит здесь в соло. Ну и с нижнего лайна Лина от Сайлента против WSphere и Ауи 2000. Олвису на флай на подсейф, если что. А где Шейкер? А Шейкер от ППД на мидлейне. И будет, скорее всего, блочить Резолюшн, если он подойдет поближе немного. Ну и выходит ППД. И пока что Резолюшн близко стоит к собственному тавру, чтобы его тут гнобил сильно Шейкер. Так что ППД вынужден уходить отсюда. Йоку четвертый левел. Юниверс пятый с половиной. Ну, многовато, конечно. Если Йоку соло против него собирается стоять, то там несоответствие левелов. Юниверс как бы не развалил Йоку еще. Йоку ничего так напинал Юниверса. Йоку урбов вином. Бутсов спит и бурманшил. Больше ничего у Бладсикера нет. Судя по тому, как Бладсикер себя ведет, ему ничего и не надо. На мид лейне Драгон Найт. Вот Резолюшн забирает Шторм Спирита. Сумаил слился Ауи. Будут ловить. Ауи поймали. Минус два от команды Эмпайр. Тамбу Алоха Ганс очень удачно поставил под табор. И это минус два. Резолюшн молодцом вообще. Команда Эмпайр выходит вперед по золоту. Более полутора тысяч и по... Даже более двух тысяч. И по экспириансу тысяча в пользу Империи. ППД ловит Резолюшна. У Сумаила шестого левела еще нет. У Резолюшна шестой уже имеется. В принципе здесь надо выбирать. Либо Стан, либо Брисфайр от Резолюшна. Маны на все не хватает. А так можно было бы зацепить Резолюшна. И побить его, и задуть. Пока нет шестого левела. Но не в данном положении по мане для Резолюшна. У Лины Драгонслей в третьего левела Лайтстрайкер и у Сайлентов в один и в один Файерсоу. Кокшот от Юниверса. Где твои Коги? Непонятно. Юниверс ставит Коги уже ближе к лоу-граунду. Алоха Дэнс. Вместе с Тамбой. Он закрыт в Коги, так что не страшно для Алохи. А че-то в голос Алохи. Дэйя's bottom tower is under attack. Дэйя's top tower is under attack. Always wanna fly. Без ничего вообще. Бутсов спид есть и все. На этом хватит фарма. ПТшка есть у Сайлента. Есть также Сейдж Маск. Хилинг Селф. Мэджик Вонт. Ну и один танго остался. Давайте по Нетворсу посмотрим, как там дела обстоят. Команда Эмпайр захватила вообще лидерство. Теперь это игра команды Империи. 3-500 у Резолюшна Нетворс. У Йоку 2-800 с копейками и 2-600 для Лины. И только потом идет Сумаил с 2-200. Не очень дела у Штормспирита Сумаиловского идут. Даже странно. Как-то обычно этот герой в руках Сумаила превращается просто в смертельное оружие. Но это пока что, это пока что. В принципе, может и будет совершенно другая реализация данного героя с первыми артефактами и с необходимым левелом. Сумаил сквозь Алоха Дэнс пробежал. Редженерейшн у него есть, поэтому может тебе позволить такую вот ерунду творить. Ну и в это время разваливается на топ-лэйне Бладсеке. Йоку поймали. Сразу втроем игроки команды ЕГЭ. Сейчас становится 5-3. И за Йоку 800 голды сработали. Ого! Как это возможно вообще? Ну и Сайлент, Алоха Дэнс, Уэйс Ван Афлайп, Пушевой Тауэр. Плоховастенько это все у них получается. 6-го левела Лина. Кроме ПТ ничего, собственно, и нет. И Лина танковать вынуждена была, пока не было крипов. Просто чтобы машинка осталась здесь, и увели крипов игроки команды ЕГЭ Ауи. Что за подлец? Лина в итоге вытанковала вообще все это время, потеряла все хп, а когда пришли крипы, крипов за собой увел шадоу демон. И не получается все зря. Ну а что? Дота вообще игра очень жестокая. Резолюшн в это время приобретает себе уже ПТ, а у него 1100 на руках. Драгонайт будет ли настолько агрессивным, как был в руках Рэббита в составе команды Ньюби? Посмотрим, посмотрим. Ну это рабочая абсолютно схема. Даггер, БКБ, влетай, дерись. Легко и просто. ППД ловит у нас стану от Резолюшна, сразу же задувает в него Сайлент. ППД лает страйкера и поймал сразу после выхода из Дизрапшена. Ну тут сомнительная помощь вообще-то. А у И-2000 поступила в сторону ППД. Очень даже сомнительная. Ну и тавер внизу падает. Команда Эмпайр, пока есть драгонформа, может и на второй тавер пошла бы. Резолюшн стремится хотя бы кого-то на себя стащить. Сайлент рядом, в принципе. У Сунафлайт тоже рядом. Алоха Дэнс, здесь есть, у которого Тамба уже третьего левела, так что можно и подраться, в случае чего. Ну и так, один удар просто от Сайлента и ушли все. Кого-то не вижу. Йоку, где ты? А Йоку это время на Мидлей не фармит. Хорошее настроение у него, никто не мешает. Кто где? Кто на Т2 здесь, кто... Здесь на Т1. Йоку абсолютно свободно себя, вальяжно чувствует на Мидлейне. Девятого левела Йоку 76 на 9 уже Крипстат. На 10-й минуте, кстати, это офигенно. Это просто шикарно. Это чуть ли не классический Крипстат. Обычно за 10 минут 80 крипов. Это считается супер-купер. Просто верх мастерства. Здесь у Йоку 85 на 10-й минуте 40-й секунде. Ну и Мидас у Бладсикера. Уже денежки получше должны течь для оффлейнера команды Эмпайр. По голде выигрывал 4 700. По экспириенсу почти полторы тысячи в пользу Империи. Ну и Йоку все, что может, наверное, Бладрайф испытать с хайграунда. ППД ловит у нас ульту от Йоку. Сразу же прилетает Резолюшн. Стан моментальный. Мидлейн снесен, да, уже? Но надо реализовать, например, проюзанную ульту Драгонайт. Идти куда-то давить, где-то организовывать файт. Пока есть время еще. Или хотя бы снести по-быстренькому тавер на топе. У Резолюшна появляется даггер. 800 голды еще и сверху есть. Для Романа 7-3 счет. Команда Эмпайр может сама диктовать, где и когда драться им. Поэтому у них все есть для того, чтобы эту игру довести до завершения в свою пользу. 4-0 Драгонайт. Очень круто на самом деле. Как там Сайлент поживает, 0-1 не очень. У Сайлента уже есть Сейдж Маск, есть свой Стоун. И в Курьере Пустота. Сайленту еще надо наставу Физвердрена оформить. И на рецепт. Юниверс сразу же прыгает по Лохо Дэнсу. А Лохо Дэнс не успеет, скорее всего, поставить Тамбу. Юниверс получает, получает, получает. Получай, Юниверс. Минус 1 от команды Эмпайр. И сами потеряли тоже одного игрока. Фир на Квапе, дальше за Сайлентом. ППД успеет ли понять, где кто, даст Кесуру. Нет, не успевает. Прорубил себе ход Сайлент. И старается, конечно, уйти. Но здесь Фир просто уже не жалеет. Соник Вейв, поэтому команда Эмпайр потеряла Сайлента. Обидно. Сайлент очень крутой мув сделал. С этим Лайт Страйкером просто взять и освободить себе проход. Но не тут-то было. Этот крутой мув, в принципе, был бесполезен. Потому что настигли Сайлента игроки команды ЕГЭ. Ну как ты здесь оказался, а? Ну это Алоха Дэнс, в принципе, да. Как здесь и оказался. Все, я думал, что это в Дизрапшн... В Дизрапшн в... Да, походите. В Дизрапшн, по-моему. В Дизрапшн, да. Я думал, в Дизрапшн лоу-хэпешного Алоха Дэнса отправили. А это был лоу-хэпешный Шадоу Демон. В итоге минус 2 делает команда Эмпайр во вражеском лесу и начинает давить. Резолюшн, 930 по золоту, есть Огрклаб. В принципе, после снесенного Тавра, если его снесет Резолюшн, там копейки Демитрилхаммера останутся. Но для этого надо давить, надо хотя бы подсейвить своего тиммейта и помочь просаппортить, так сказать. 5,5 по голде Эмпайр, по экспириенции 2000 для Империи. Тавр трещит по швам. Ну и Сайлент сразу же ловит у нас Юниверс. Юниверс уходит у нас из фогов. Сайлент в сон, отправляют его, у нас на флай. Подсейвить Сайлента не получится, Лайтстрайкерый. По двоим сразу, эхо слэмо от ППД. Финсгриб пошел по нему, квапа тут разоралась. Фир рассыпался, это даблкил от Йоку. Минус 3 вообще от команды Импайр и потеряли только Сайлент. Срапшн на Резолюшн. Ну и Сумаил начинает настреливать по Резолюшну. Еще один удар и развалился Резолюшн. Здесь Сумаил очень много заработал, по-моему. Нет, даже не Сумаил заработал, даже Даудемон заработал. Минус 4 от команды ЕГЭ в итоге. По-моему, по голде они здесь чуть ли не половину суммы от комбатчат сейчас. 1850. Байбэк был от Фира. Ну и Сумаил 508 голды. И Шадоу Демон 1100 голды. Ого-го. Так много. У Сумаила 1900 на руках. В принципе, сборка-то будет в Бладстоун. Это по классике и для Сумаила, и вообще для всех Шторм Спиритов мира. Ну и раннего Бладстоуна уже, конечно, не будет. Ну и откуда взяться ему? Сумаил идет со счетом 0-2-3. Всего лишь 100 крипов на 16-й минуте. Короче говоря, дело не алио. На первом месте. Хотя 100 крипов у Сумаила это второе место по крипстату. Первое место у Бладсикера. Ну Йоку уже 2300 имеет на руках. Яша превращается в Сашу. Яшу, как я понимаю. И можно попробовать агрессию какую-то проявить по отношению к Evil Geniuses. Resolution на Т2 по топ-лейну. Уже 1 Т2 спушила команда Empire. Это было на центральной линии. Но теперь перемещаются еще и на топ-лейну. И падает талант. ЕГЭ даже не реагирует на это. Это очень странно, кстати. Почему не реагирует? У них в планах Рошанны, как я понимаю. Планы на ближайшее будущее. Это зафармить Рошана. Ну и тут уже подпушили крипы под хай-граунд. Ох, нормально. Скушили там. 33 хп у Тавара. Резолюшн. Застрял здесь. Где 40 победи. Ну и там баг, где, кстати. А вот она. Вот она штаба Алуха Дэнса. Далековато. 18 минут сыграно. По галде 7500 Empire. По экспириенсу 3000 тоже в пользу команды Империя. По идее, должно получиться додавить героя, в общем-то, которые во многом зависят от денег. А от денег в Империи больше. Материл Хаммер есть. Угроклаб есть. И рецепт на БГБ. Не вижу резолюшну. Пока что нет еще. Резолюшн уходит. Будет в обход идти, я так понимаю, чтобы зайти в спину или в бок куда-то. Комодиеге. Даггер от резолюшна. На хайграунде ловит ППД. И ППД развалился. Не пожалел Бладсикер у нас здесь ульту. И Йоку забирает этот фраг. Счет становится 14-9. И последний внешний тавр командыеге рассыпается. 18 минут 50 секунд. Тавров на лоу-граунде уеге уже не осталось. 2-100 на руках у Бладсикера. У Андаинга как там дела? Алуха Дэнс урнов Шадоус есть. Есть ПТ. Клоак и Мэджик Вонт для саппорта команды Эмпайр. Сайлент в это время заработал себе уже на Юл. Есть у него Пуинт Бустер. Есть у него Боттл. И ПТшка для Сайлента. Ну и Резолюшн. ПКБ готов уже. Все. Готов ПКБ. Есть у него ПТ. Есть у него Блинг Даггер. Но по Нэтворсу он в топе. По-моему, нет. Отстает от Йоку. Йоку Саша Яша. И уже Огр Клаб плюс БКБ. Осталось еще 1400 до появления Блэк Кинг Бара. Эмпайр продолжает наращивать свое преимущество. Посмотрите. Кривая просто идет вверх. 80 с лишним в пользу команды Империя. По экспириенсу 2... Где-то 2500. Улетает у нас Сумаил. Улетает на Йоку. А Йоку плевать. На это все. Он уходит дальше. И у Сумаила есть деньги через секунду на Бладстоун. Все. Шторм Спирит у нас укомплектован для начала. Эмпайр по экспириенсу. Более трех по голде. Десятка. Обалдеть как много. И он уходит просто отсюда Алоха Дэнс. В принципе, знал, что теплого приема от ЕГЭ ждать не стоит. Ну и нож в спине торчит. Бежит Алоха Дэнс. Все. Закончился нож. Что самое печальное в составе команды ЕГЭ. То, что Шейкер здесь засел в засаде. Ну, у него нет ульта. Ой, ульта. Нет даггера. Поэтому тут ворваться не получится. Как ни крути. Надо просто будет пешком заходить. Из неожиданного немножко направления. Но при этом пешком. Эхо слэм от PPD. Что это было сейчас такое? Надо было срочно зарабатывать. Или как это называется? И просто потратил ульту в типов. Не сказать, что к нему это на мимбовер. Теринкор. Что Шейкер может себе позволить. 150 секунд. Вот все, что может Шейкер себе позволить. Аэга для Бладсикера. Задывают в Юниверса. Убивают также Сумаила. Минус 2 от команды Эмпайр. Не потеряли в итоге Аэгу Бладсикер. От Йопы по-прежнему с Аэгисом. И при этом еще и БКБ себе приобретает. Ну, тут офигенная, конечно, ситуация у команды Эмпайр. Надо давить, давить, давить и еще раз давить. И исправлять ситуацию в группе. Потому что терять поинт до поинта, но это все не очень хорошо. Алоха Дэнс у нас отдается Сумаилу. Ну, ладно, даже порадовать чем-то Сумаилом. 1-3, кстати. Сумаил первый фраг для него. Удивительно плохо играет Сумаил на Шторм Спирите. Вообще нерезультативно. Клопы от Фера уже есть Аганимы. И на этом, в принципе, более-менее стоящие артефакты закончены. А вот у Лины Сайлентовой есть Йоул еще. И только потом Аганим. Правда, нет еще Аганима. Да, Аганима. Нас забирать 750 надо. Ну, не такие уж и большие деньги. Лина с раз каста двух первых скиллов забирает пачку крипов почти со стопроцентной вероятностью. Так что просто надо время Сайленту дать. Время и место, где можно фармить, он нафармит. Заход в спину у нас на ППД. Стан пошел от Резалюши на ППД. Не успевает дать Фессуру. Убивает ППД до того момента, когда он хотя бы что-то успел сделать. Резалюшин очень удачно здесь провязал все, что можно было вообще. Ну и зарабатывают немного на нем, но все равно, это все равно деньги. 420 по голде, 850 по экспириенсу. Команда Эмпайр, я так думаю, могла бы пойти и начать пушить хайграунд. В принципе, почему бы и нет. Да, Резалюшин заходит на ХГ, начинает пить Т3 по мидлейну. Ну, Глиф провязала команда ЕГЭ, ловит Резалюшина. У него нет АЭГи, Резалюшину нельзя сливаться здесь. Резалюшин отъезжает. В итоге минус 1 от команды ЕГЭ. Клокверк, единственный, кто пострадал, ну и он ушел отсюда. Почему команда Эмпайр не ушла, непонятно. В собственном лесу теперь начинается туза под названием Эмпайр. Алоха Дэнс с Глимеркейпом уже. У Бэйна есть Форстаф, скорее всего, для... Ой, точнее, Ставфа Физоди, скорее всего, для Форстафа. И есть Аркан Буци. У Драгон Найта уже есть Блэккинг Бар. Также Хипперстоун плюс Даггер. Ну, пока неплохо идет ДК. В принципе, Резалюшин минут через 5-6 мог бы Кирасу вывести. Но для этого не сливаться желательно, потому что если сливаешься, мало что получается. Ну и уже у Сайлента появляется Аганим. Все это после Юла. Есть также ПТ-шка, есть Ботулну. В принципе, укомплектован достаточно неплохо Сайлент 13-го левела он. Прыжок от Резалюшна за Сумаилом. У Сумаила мало маны, можно попробовать его разобрать. Дезрабшин отправляет у нас Резалюшна. Ну и никуда Ауэй не девается, Ауэй забирает. 18-11 становится счет. Я думаю, что Команди Эмпайр самое время наведаться на хэгграунд Тим ЕГЭ. А Эгга пропадает. Так, слышу ульт. Ульт от Кира и ульт Поли. По сути, Лина отдалась тоже за просто так. Сайлент просто чудовищно. Видит последние 2 или 100 матчей. Сумаил в непривычной для себя роли. Ему надо защищаться. Ему что-то нужно выдумывать. Не атаковать. Как он привык это делать, а наоборот. Стоять на дейв. Тоже непростая задача на самом деле. И еще и Алоха Дэнс решил поотставиться. У него это великолепно получилось. В итоге Эмпайр тут по идее по голде много чего потеряли. 600 голды за Андаинга и, наверное... Залин не так же, конечно, Лина по фарму. Немножко подороже, но разница, наверное, не самая большая. Ну и как-то бы империи собраться вместе. Потому что это немножко не та история. Почему-то, когда Ньюби играли против Эмпайр, то врывался Резолюшн... Ох, Резолюшн. Там врывался не Резолюшн, врывался Мидер, врывался ДК на Даггере. И сразу же на Хелпу приходило 2-3 человека. Здесь вообще другая история. Ну и команда Эмпайр на Рошана еще не ходила. Минута целая до него. Ну и в это время и подпушить нечего, потому что дальше все. Дальше хайграунд. На базу, значит, заходите, а за нее ЕГ точно будут сражаться. А так, вроде как, для отвода глаз что-то делают. И сами в это время фармят. И, по идее, фармят лучше, чем это делают какие команды ЕГЭ. Ну и Резолюшн вместе с Алоха Дэнсом, вместе с Сайлентом на вражеском хайграунде. Резолюшн, врывается Юниверс. БКБ провязал Драгонайт, начинает наваливать по Юниверсу. Юниверс в таверну, это уже хорошо. В диздрапшин отправляют Шейкера. ППД лоу-кпшный, ППД пытаются зацепить. Ну, задувает у нас еще и Сайлент, уже минус два от команды Эмпайр. Сразу же два байбэка. Квапа байбэк, байбэк Клокверк. Клокверк, конечно, еще очень долго не будет. Букшота. Ута пошла от Фира. Практически по всем. Ну и здесь Йоку. Зарабатывает один фраг, и один фраг зарабатывает, если не ошибаюсь, ППД. 30 минут сыграно. Команда Эмпайр выигрывает по голде. 11 тысяч по экспириенсу, 5 с копейками тоже в пользу российского коллектива. Ну и в этом файте 1700. Эмпайр по золоту, 4600 по экспириенсу. Время разбора вещей. У Резолюшна ничего, кроме того, что на нем вы видите. ПТ-шка есть. Кераса. Даггер. Ну и БКБ тоже. В принципе, уже неплохой закуп. Как для 31 минуты, самое оно. Второй натворство на карте отстает только от Йоку. Соларкрест есть у Йоку. У Йоку Сэнжин Яша. И БКБ для оффлейнера, номинального оффлейнера команды Эмпайр. У Андаинга от Алоха Дэнс. Есть Глимер Кейп, есть Фладмир, есть Урнов Шадоус. Ну и Лина от Сайлента еще и в БКБ, как я понимаю, собралась. Есть у нее Иул, уже есть Аганим, есть Боттл, есть Пауэр Трэнс. Ну и со стороны команды Evil Genius, СППД. И просто Дикий вообще ничего нету, то есть 2 с копейками по голде на руках. Сумаил приобретает себе Линкен Сферу, есть у него Бладстоун. Боттл тоже для мидера команды ЕГЭ имеется. Ну и дальше Юниверс, который, кстати, с Блейдмейлом вроде бы, ну как-то фиолетовый. Это может резолюш, но на этот Блейдмейл. Драгонформа от Резолюшн, причем 3-го левела Драгонформа, БКБ от Резолюшна, просто бить Юниверса. Еще один удар, Юниверс рассыпается, ульта от Папы. Ну и бьют в это время Барак. Резолюшн, эхо, слэм пошел от ППД. Побило, конечно, и потрепало команду Эмпайр очень даже знатно. На Йоку, на хайграунд, за Сумаила. Все, переключается на Тавара. Разваливает вторую сторону команды ЕГЭ, игроки команды Эмпайр. Ну и на третью сторону рановато, конечно, идти. Там же Роха откэдэшился, можно на него сходить. Или будут заходить и просто поворачивать налево игроки команды Эмпайр. Ну, не факт, что, кстати, и Мидлейн еще снесут. Аллахаден спидет Барак. Ронжевой Барак должен умереть. Да, Ронжевой Барак умирает, Сумаил тоже отъезжает. 43 секунды не будет его. Ну и Ронжевой Барак убили. Минишный стоит на месте еще, но команда Эмпайр задачу минимум выпала. По золоту Эмпайр где-то 17 выиграют. По экспириенсу почти восьмерка для Team Empire. Шивасбард появляется у Фира и БКБ приобретает себе Сайлент. Вот это нормальный закуп уже посерьезнее как-то смотрится Сайлент. Здесь Аганим есть у Квапы, разумеется, после него Шивасбард. Как там Сумаил поживает? Линкин сфера, 4 заряда в Бладстоуне. Сумаил что с Бладстоуном? Ну, у Клокверка есть Блэйд Мэйл, есть у него Пойнт Бустер и есть Таффу Физдор. Да и посмотрите, что себе позволяет Йоку. После Солар Креста, у которого 30% у воротов, он покупает и Баттерфляй, у которого 35% у ворота. Теперь у воротов у Йоку 17 миллионов. Ну и начался Файт. Вот Т1 команда Эмпайр, которая, кстати, до сих пор стоит на месте, 35 минут-то уже прошло. Фир отсюда улетает, Байбэк сразу же от Шадоу Демона. Ауи 2000 возвращается Файт. Сумаил ловит у нас Сан от Резолюшена и... Успевает улететь Резолюшен. Ой, Резолюшен, Сумаил, точнее. Ну и что? В итоге минус 3 делает команда Эмпайр. Лоу-хэпэшный Сумаил. Команда ЕГ не выдерживает. И это означает только одно. Эмпайр побеждают у команды Evil Geniuses. Никто не ожидал от ЕГ слива, проигрыша в этой игре. Думали, наверное... Ну, не наверное, а совершенно точно. Говорю, что все думали, что эта игра для ЕГ закончится со счетом 2-0. Ну, не тут-то было. Команда Эмпайр все-таки зацепилась за поинт. И смогла таким вот образом 1 балл заработать в данном противостоянии. Хотя, казалось, еще раз говорю, что Evil Geniuses легко выиграют этот матч. В итоге у ЕГ становится 10 очков. А у команды Эмпайр становится столько же поинтов, сколько и у команды Вичи Гейминг. Но тут, по-моему, по личным встречам, конечно, Вичи должны Эмпайров опережать. В принципе, стату вы посмотрите.